Третий международный Платоновский фестиваль искусств, о котором мы с удовольствием рассказывали и вели они в дневник, завершился. Событие настолько интересное, настолько увлекательное, что о нем говорят даже сейчас. В связи с этим к нам в студию пришел директор Платоновского фестиваля, художественный руководитель Воронежского камерного театра, режиссер Михаил Владимирович Бычков. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Хотелось бы, чтобы вы, как директор, подводя итог, рассказали нам, что вам понравилось, что вас удивило. Вы знали, какая будет программа, но наверняка что-то вы увидели и вас поразило. Ваше мнение о театральной программе фестиваля, о балетных постановках, потому что о музыкальной части мы уже говорили. Хотелось бы узнать ваше мнение о этой части программы театральной и балетной. Ну, если вы позволите, я бы еще не забыл бы и выставочную программу, и литературную, хотя, возможно, вы будете тоже приглашать каких-то гостей, специалистов, которые скажут об этом подробнее. Я только упомяну о том, что, скажем, литературная программа от фестиваля к фестивалю растет, как и другие направления. И одним из самых как раз успешных моментов Третьего Платоновского, я считаю, книжную ярмарку. Книжную ярмарку, в которой приняло участие 55 российских независимых издательств. Желающих было больше. Мы были вынуждены уже на последнем этапе подготовки просто отказывать некоторым издательствам, говоря о том, чтобы они к нам присоединились бы через год на четвертом фестивале и так далее. Только что я встречался с господином Куприяновым, который руководит Фоланстером, и вообще очень авторитетная фигура в таком издательском сообществе российском, который также очень высоко оценил эту ярмарку. Действительно, Воронеж себя показал городом читающим, городом интеллектуальным, городом интересующимся не просто чтивом, а настоящей глубокой литературой самых разных направлений. И в этом смысле огромная группа издателей, прощаясь с фестивалем, назвала Воронеж третьим после Петербурга и Москвы, как бы таким читающим городом страны, куда они всегда готовы приезжать. По-моему, это замечательно. Там были такие потрясающие вещи, которые многие воронежцы просто, скажу вам честно, прошляпили. Да, несколько сотен человек приняли участие, скажем, в взаимоотношениях с таким испанским шоу «Сиента ля Кабета», которая там проходила два дня на этой площади, на книжной ярмарке. Но всего лишь несколько сотен, а могли бы быть и тысячи. Это было уникальное, интереснейшее действие, которого никогда больше в Воронеже не будет, которого еще никогда не было в России. Ну, это такой театр трансформации, театр причесок, театр гримов, когда зрители, просто посетители ярмарки садились в кресло, через 15 минут выходили какими-то фантастическими совершенно существами. Есть на эту тему фотоотчеты в интернете, можно посмотреть. Или, например, концерт группы «Даха Браха». Это группа, для тех, кто понимает, огромный сюрприз и подарок для Воронежа. Но тоже, не знаю, по-моему, 300-400 человек оказалось в результате на этом концерте. Да, Советская площадь – это не стадион, и все было здорово и уютно, но, вообще-то, интерес мог бы быть значительно больше. Мы, со своей стороны, старались информировать людей, как могли. Почему-то пока, может быть, летнее время, вот это вот время, знаете, у одних время сессии, у других время загородных прогулок или там посадок на дачи, я не знаю, рыбалок или грибов. Время достаточно жарко было. Да, еще и погода тоже. И погода тоже, да. Наша знаменитая, вот второй раз прошедшая эстафета чтения на платоновские темы, там же на книжной ярмарке. Опять около 60 человек читали Платонова, самые разные. Было очень интересно, но народу слушателей было очень мало. Наше дело, конечно, как, знаете, эстафета, она эстафета – пронести палочку. Мы прочитали, мы прочитали три рассказа Платонова, очень хороших, интересных, вот, но мы сделаем все, чтобы в следующем году значительно увеличить число просто зрителей этих уникальных, о которых вот везде пишут московские гости, иностранные гости, когда узнают, что у нас вот так вот в городе читают вслух прозу великого Платонова. Это удивительно, это здорово, это на самом деле очень интересно. Обязательно мы что-то на эту тему будем менять, обязательно. Мы постараемся вам помочь в этом деле. Спасибо, замечательно, замечательно, правильно. Чтобы немножко поддержать информационно, потому что, может быть, все-таки… Хотя, вот, знаете, детские шатры тоже были прекрасны. Да, детская зона на ярмарке, там постоянно шла два детских писателя. Актеры вашего театра приходили с своими детками, мы видели. Да, 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 ну почему нет? Это уникальная возможность по самым, как сказать, продвинутым технологиям своих детей приобщить вот к чтению, вообще, как бы, к духовной стороне жизни. И так далее. Через игру, через взаимоотношения с автором, который придумал эту книжку или эти стихи. Все это можно было там в игровой форме в эти дни получить. Ну, было много, на самом деле. Вот с детками как раз все ничего. Буккроссинг у нас не получился, по большому счету. Мы делали два стенда, куда можно было бы принести книги, которые тебе не нужны, и взять, наоборот, там те, которые... Движения достаточно известны. Да, ну вот мы только-только начали, и, наверное, нам не хватило, опять же, какой-то хорошей подготовки информационной составляющей. Тем не менее, литературную программу я оцениваю в целом как очень позитивную. Продолжение следует...